Всем привет дорогие друзья, вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий Инги Хоррор. Чёрный юмор, низкая цена в стиме, всё это что я знаю о игре Ben Exorcist. Ну а хорошая там графика и сюжет, я думаю, что мы сейчас всё это посмотрим и оценим. Новая игра. Сложность. Любитель историй, смотри в оба, спаси и сохрани. Так и хочется выбрать, спаси и сохрани, но похоже это самый сложный, сложный уровень сложности. Сложный уровень сложности. Смотри в оба. Я знал, что это будет тощий дельце, уже до того, как поднял трубку телефона. Хеллоу. У телефона Ben. Ben Exorcist. Звонок поступил от семьи Уизерспун. В тот момент, как я услышал голос Джерри, я уже мог ощутить весь тот кошмар, через который они прошли. Ben Exorcist, пожалуйста, помогите нам. Затем он рассказал мне ужасающую историю, которая произошла в их новом доме. Всё началось в ночь на Хэллоуин, когда дочь этого семейства вместе со своими подружками решила провести ритуал вызова духов. Они пробудили нечистую силу. С этого дня жизнь семьи Уизерспун превратилась в кошмар. Каждый раз, когда они покупали бургеры, те исчезали при странных обстоятельствах. Мои бургеры. Все здоровые и полезные продукты питания почему-то попадали в мусорные баки. Нет, мои дорогущие натуральные продукты. Сын вдруг стал всё время чихать, и доктора не могли его вылечить. Дочь не могла спать по ночам, потому что её мучили странные звуки. Только не эта тупая песня. Я скоро от неё оглохну. Самым странным было то, что из ниоткуда начал исходить вонючий дым. Прибывшие в дом пожарные начали отпускать дурацкие шуточки в адрес семьи и выписали им приличный счёт. Почему? Почему никто нам не верит? Я был их единственной надеждой. Вам нужно покинуть дом немедленно, и я выезжаю. Какой мощный подбородок у нашего Бена-экзорциста. Нужно выяснить, есть ли тут какая-то паранормальная активность. Добро пожаловать в Бен-экзорцист. Нажмите тап, чтобы увидеть твоё первое задание. То есть, это, наверное, наше первое задание. Это дом семьи Уизерспун. Где при странных обстоятельствах пропадают бургеры. Здоровая еда оказывается в мусорном баке. Сын чихает, у дочки в голове странные песни. Эта задачка, как раз, наверное, для Бена-экзорциста. Хотя всё это выглядит, на первый взгляд, вполне нормально. Предметы, задание, плёвая дельца. То есть, у меня, наверное, будут какие-то предметы ещё находиться и плёвая дельца. Сын чихает, простыл. Бургеры, может быть, выбрасывает в мусорный ящик жена, чтобы там глава семейства не поправлялся. Глава семейства, наоборот, выбрасывает здоровую еду в отместку. Жене тоже в мусорный бак. Ну, а песни, ну, я не знаю. Соседи громко включили музыку. Вот и всё. Я решил проблему. Чётки начинают вращаться возле подозрительных мест. Попробуй найти такое место. Я попробовал. Я нашёл это место. Что мне дальше делать? Паранормальная активность в этом доме. Думаю, здесь ещё есть места осквернения. Выбери крапила. Нажмите 2 и используй для очищения осквернённых мест. То есть, кто-то здесь, наверное, нагадил. Кто-то осквернил это место. И я... Крапила. Где моё крапило? Вот эта погремушка, это, наверное, моё крапило. И я сейчас... Ага. Я окрапил это место. Прочитал какую-то странную молитву. И, похоже, чётки, наверное, да. Всё. Теперь это место не осквернено. Всё хорошо. А мне, похоже, нужно искать. Искать эти осквернённые места в этом доме. Я сейчас в него зайду. Я сейчас в него зайду. Если видишь кружочек, нажми ЛКМ. Ага. Это значит взаимодействие с предметами. Мои чётки. Крест начинает вращаться. Что ж. Пора взяться за крапила. Надеюсь, хозяева дома не обидятся на меня, что я здесь всё залью им водой. Ну, такая вот работа у экзорциста. Что же делать? Нужно всё хорошо окропить. Надеюсь, у меня вода не закончится. Ну, если закончится, ничего страшного. Есть вон впереди кухня. Я думаю, что мы там наберём. Слушай, ты будешь молитву читать или нет? Какой-то трах тебе дох. И похоже, наверное, всё, да? Это место было осквернено. Мы его очистили. Всё хорошо. Даже вот так, да? Я включил свет. Странные очки. Что бы это значило? И бумажник без денег. Это очень странно. А может, это не бумажник? Эф. Эфочка. Похоже, кто-то любит бургеры. Это не бумажник. Это просто упаковка из-под бургеров. Слушай, то есть, смотри. В предметах у меня появилась упаковка от бургеров. Зачем это мне всё нужно? Может, это какой-то сбор доказательств для каких-то? Я не знаю, для каких это целей. Это, похоже, задний двор, где совсем ничего не видно. Как, впрочем, на заднем дворе. Во всех задних местах. И здесь ничего не видно. О, боже. О, боже. Я лучше закрою эту дверь, потому что я не вижу ничего. Слушай, если я включил этот светильник... Мясо выглядит не очень аппетитно. Смотри-ка, я почти со всеми предметами могу взаимодействовать. Салфетки. Это, наверное, салфетки сына, который чихает, не переставая. Да. Это свет. А это выход. Пускай двери открыты. Я не знаю, может быть, действительно здесь какие-то духи. Пока я не верю. Пока я ничего необычного не вижу. Хотя чётки по какой-то причине вертятся. Но, может быть, этому есть какое-то другое объяснение. Что там, мусорки, ничего нет. Нож. Я бы нашёл его применение, сказал Бен, экзорцист. И положил нож в карман. Может, яблоко мы положим в карман. И хлеб. Здесь можно поживиться, Бен. Как замечательно, да? Попросил, наверное, всю семью выселиться на время. Прямо как в квартирном вопросе. И тут сам себе хозяин, да? Смотри, подбирай, забирай. Какие-нибудь полезные вещи. Но пока мне только приглянулась коробка из-под бургеров и нож. Практически со всеми вещами я могу взаимодействовать. А получается так, что нужно все вещи осматривать. Потому что, ну, кто его знает, какая вещь пригодится. Я даже могу там посмотреть. Ещё одна коробка из-под бургеров. Не нужна уже, нет? Плоская тарелка. Всё, закрой холодильник. Ну и что? Никакой паранормальной активности. Так. Второй этаж мы, я думаю, что осмотрим чуть позже. Как настоящий человек, изгоняющий дьявола. Я думаю, что свет нам будет в помощь. Поэтому нужно везде включать свет. С ним же не так страшно. Огнетушитель. Тыква. Наверное, приготовлена для Хэллоуина. Что ещё? Ну, тарелочка. И больше ничего. Такой скудный чуланчик. Ванная комната. Это просто отражение. Я уже было начал переживать, нервничать. Вот наш Бен. В своей рабочей форме. Обычная рабочая форма. Пилочка для ногтей. Она, оказывается, тоже нам нужна. Эфочка. И она тоже появилась в предметах. Интересно, я могу как-то это брать всё в руки или... Маркер, что ли? И, не знаю, нож в руки. Я могу это делать? Может быть, в дальнейшем нам ничего не происходит. Очевидно, он сломан. Это очень подозрительно. Очень подозрительно сломан унитаз. Утя. Я не знаю, кто у вас купается с этими маленькими утёнками. Вроде бы все большие дети. Ладно, в ванной комнате, похоже, больше ничего нет. Это я так хожу. Тяп-тяп-тяп, ляп-ляп. Здесь нет. Здесь... А вот здесь, да, как будто... Не знаю, по мокрому полу, что ли. Свет. Гараж. Интересно, интересно. Интересно, но ничего нет абсолютно интересного. Фонарь. Эхочка. С помощью этого я мог бы отыскать что-то важное. Ультра-фиолетовый фонарь. Что-то важное. Следы преступления. То, что мы не увидим при дневном свете, мы можем увидеть при помощи ультра-фиолета. Но я думаю, что всё-таки чётки важнее. Я даже не знаю тогда, что взять мне в руки. Чётки или фонарь? Может быть, я что-то пропущу? Давай пока с чётками, наверное. То есть, осмотр первого этажа закончен. Был обнаружен нож. Была обнаружена пилочка, что там, для ногтей. И упаковка от бургеров. И два места были очищены. Как посчитал Бен, они были осквернены. Свет. Чердак. Ну, чердак я думаю, что мы оставим на потом. Может быть, фонарь? Нет. Ну, что ж. Пойдём смотреть по комнатам. Ещё одно место. Но оно не последнее. Сказал Бен. И взялся за... За карапила. Всё? Ну да, всё спокойно. Это похоже, наверное... Младшенький сынок. Это, наверное, его комнатка. 3R. Не знаю, что это такое. Может, 3 рубля. F. Я не могу открыть это без ключа. А это могу. А там ключ. Нужен. А где же его взять? Слушай, надо посмотреть. Может быть... Вот он. Мел. Я думал, вот он, ключ. А оказывается, вот он, мел. Я не могу открыть это без ключа. Вот как. А для каких целей я отодвину? Этот стул. Интересно, интересно. Это же не просто так всё. Ладно. Я думаю, что... Задвинем этот стул на место. Пойду посмотрю в другую комнату. А может быть, и эта комната сына. Может быть. А может быть, и дочери. У меня нет времени на гитары. Ничего душераздирающего. Просто часы. Монетки. Какой-то мусор. Какой-то мусор. Сделал вывод. Наш Бен. Ну, неужели мне нужно лазить по всем этим... Постой. Как так? Это мне... Это мне... А вот это уже странно. Каждый раз, когда я открываю этот ящик, там лежит... Что-то новое. Что это такое? Непонятно. А это, наверное, спальня... Хозяев дома. Что у них? Что они хранят тут? Какие секреты? Ага. Бумажничек. Нет. Фляжка. Пусто. Ну, конечно. Хозяин дома, наверное, немного попивает, когда супруга заснет. А супруга, чтобы заснуть, попивает, наверное, таблетки. Хотя, может быть, все наоборот. Я даже, конечно, не знаю, стоит ли мне все-все просто обыскивать в этом доме. Что это было? Что за помехи? Да, кстати, что там говорят нам наши четки? Четки просто кружат. Окропить. Сатана Мальовский, спиритус Маинос. Куяде пердишене анимарум первагантур инмундо. Трах тебе дох тебе дох. Изыйди, нечистая. Все. Готово. Можете возвращаться и спать спокойно. Так. А что... Вот. А мне об этом не говорили. Может быть, потом, конечно, скажут. На троечку у нас крест и, наверное, Библия, да? Это, наверное, в случае, если мы увидим какого-то злого духа. Но пока все спокойно. Хороша работа экзорциста. Пришли. Покрутили четками, окропили все. И давайте денюжки. Готовьте ваши денюжки. Я изгнал всех демонов. Это же простое задание. Снова этот журнал, эти рисунки. Все это... Ничего не происходит. Не работает. Вам нужно не экзорциста вызывать, а сантехника. Так, ну я даже не знаю. Я все здесь уже обыскал. Ничего странного нет в этом доме. Остается, может быть, только подняться наверх, на чердак, включить фонарь. Хоть он и ультрафиолетовый. Снова эти бургеры. Слушай, кто же это все, блин, пожирает эти бургеры и разбрасывает эти упаковки? Работает? Кстати, что там? Крест. Крест никак не реагирует. Значит, здесь, на чердаке, просто абсолютно все спокойно. Слушай, неужели мне просто нужно ходить, искать эти места? Оскверненные. Очищать их и все? Просто найти места? Ой, как бы не разбиться и не погибнуть. Как покинуть этот чердак? Вот как я уже начал было паниковать. Слушай, ну а что? Я практически весь дом обошел. Может быть, еще раз быстро проверить? Здесь я... Здесь я все сделал. Здесь как бы тоже... Вот ключ от шкафа я не нашел в этой комнате. Я не могу открыть это без ключа. Я не могу найти ключ. Вот в чем проблема. Слушай, а может быть, это и есть ключ? Отодвиню кресло и она открылась. Нет, это так не работает. Ну, а куда же мне тогда идти? Там внизу еще был какой-то темный чулан. Там было так темно, что я туда даже и не посчитал нужным заходить. Подвал. Это не чулан, это подвал. Но здесь есть свет. Может быть, еще где-нибудь есть выключатель? Четкий. Я даже просто не вижу четкий. Ой. Что я сделал? Что я сделал? Ну, всякое там, наверное, варенье. Что? Ну, все обычно. Здесь тоже что-то как-то не все ладно. Но я ничего не вижу. Может быть, так в темноте окропить это все дело? Странно. Почему же здесь не включается свет? Что ты делаешь? Так, постойте. Где выход? Вот он выход. Ну, я отключил, получается, электроэнергию. А зачем это все мне нужно? Ой, пока все очень запутанно и непонятно. Может быть, что-то на заднем дворе. Бутылочка вина. На грабли не наступай. Я не знаю, я пока вообще абсолютно ничего странного не обнаружил. То, что у меня там вертятся четкие, это еще, мне кажется, ни о чем не говорит. Блин, ну почему... Что-то, наверное, все-таки там на... Вот здесь, на этом этаже. Ну, мне же как-то нужно открыть... Открыть этот шкаф. Я не могу открыть это без ключа. Я не могу открыть это без ключа. Так, ну я в полнейшем замешательстве. Бен-экзорцист в замешательстве. Куда же мне идти? Мне не нужны очки, я не слепой. Похоже, мы с тобой слепы. Потому что я не могу... Что же мне все-таки делать? Может... Черт. Можно нож, мел, пиз, что это такое за... Его можно, это получается, брать. Очисти все оскверненные места. Четки вращаются в подозрительных местах. Используй крапилы, чтобы очистить их. То есть, мне нужно отыскать все эти места. Это нужно сделать обязательно. Поэтому я думаю, что нужно все-таки вернуться в этот подвал. Хотя там нет света, но может быть... Может быть, чего-то я не заметил. В общем, не все так просто, как выглядит на первый раз. На первый взгляд. Так, ну, хорошо. Ну вот же, вот же еще выключатель. Он работает? Или нет? Работает. Смотри-ка. Доставай, доставай свою крапиву. Девина вертута и не инфермун де труда. Амин. Дермунте, дермунте. Какого лешего? Все еще было должно начаться два... Два часа назад. Что произошло? Плевая дельца. То есть, все места мы уже нашли. И теперь следующее. Оглядитесь вокруг. Оглядитесь вокруг. Я огляделся вокруг. Я ничего не заметил. О боже. Что за шутки? Что за шутки? Откройте дверь. Ха-ха-ха-ха. Что же происходит? Что происходит? О боже, смотри, что это такое. С... Это ненормально. Это... Это не член семьи. Это какой-то другой член, который бегает по стенам. Где он? Куда он побежал? На таракана не похож он. Ха-ха-ха. Дверь открылась. Я не знаю, может быть, самое время взять крест в руки все-таки, а? Это наше единственное оружие. Господи. Господи, спаси и сохрани. Алло. Есть кто-нибудь? Выясни, что включило телевизор. Что включило? Кто включил телевизор? Как... О боже, срань господня. Поздравляем, ты только что встретил своего первого врага. Поздравляем. А что мне делать? Я не успел прочитать. Что мне делать? Хо-хо-хо. Какой мощный враг. Наверное, он обожрался этих бургеров. Что мне делать? О нет. Похоже, его это не сильно впечатляет. Что делать? Я не успел прочитать. Омни сатаника, потестас. Смотри, он исчезает. Он исчезает. Ха-ха-ха. Оно ушло. Плевая дельца. Уноси ноги из дома. Что, уже пора? Получается, это мой первый враг. И вот. Крест. Крест и молитва. Вот что. Главное оружие экзорциста. Мы... Победили, наверное, пожирателя бургеров. Что мне делать? Уноси ноги из дома. Пора. Пора, наверное. Давай пока послушаем. Стоп. Почему заперты двери? Крест. Где мой крест? Крест. Беги. Беги. Крест. Черт. Эта работа меня в могилу сведет. Когда я закончу с этими мелкими призраками, потребую повышения. Мне нужно собрать больше информации об этих духах. Похоже, одним экзорцизмом тут не обойтись. Нужно приготовить святой воды для защиты. Ты еще не готов. Информация о призраках. Бутылек с парфюмом. Так, послушайте, что же мне делать? Я так сильно нервничаю, что не успеваю все читать. Ты еще не готов. Информация о призраках. То есть мне ноги отсюда уносить не надо? Мне нужно отыскать какую-то информацию о призраках? А свет? Свет. Все, а теперь я крест не буду выпускать из своих рук. Может быть, с этого места я могу получить как-то информацию о призраках? А у меня нет святой воды. Что же делать? Нужно ехать куда-то в церковь, в магазин за святой водой. Стой, 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 стой. Вот это пошла жара. Все так было спокойно. Никаких призраков. Выпустите меня из этого дома. Я ухожу. А, слушай, дверь открыта. Я думал, она закрыта. Где мой фонарь? Интересно, я могу покинуть? Ну да, конечно, могу. А наступила тем временем ночь. Похоже, я отсюда не выйду, если не решу все проблемы. Так что... Одна дорога мне в дом. Откуда эти сапоги? Здесь не было сапога. Утя. Утя, это ты? Ты жива? Ты разговариваешь со мной? Блин, черт побери. Я как-то очень разнервничался. О, боже мой. Кто ты такая? Крест, крест. Да что же... Что же происходит? Вот это чертовщина началась. Что с тобой делать? Утя, ты... Информация о призраках. Бутылек с парфюмом. Мел. Вот, в общем, мел у меня есть. Нужно мне отыскать бутылек с парфюмом и получить информацию о призраках. Хорошая Утя. Ты здесь пока посиди, я пойду посмотрю, что здесь вообще происходит. А знаете, наверное, все-таки я пока все спокойно сохранюсь, остановлюсь на этом месте. Скажу вам спасибо, что смотрели меня. Пока-пока и до новых встреч.